На первый взгляд действия на видео выглядят пугающе. Дети в масках кошек, собак и других животных подражают их поведению. Ползают по улице на четвереньках, прыгают, мяукают и гавкают. Это новый детский тренд или на языке подростков квадробинг. Субкультура зародилась от неофициального вида спорта квадробики. Ее основателем считается японский спринтер Киничи Ито. Спортсмен, рассказывает, вдохновился движениями обезьян и разработал собственный метод передвижения на четырех конечностях. Признание атлет получил в 2008 году. Представители Книги рекордов Гиннеса зафиксировали мировой рекорд по скорости передвижения таким неординарным способом. Киничи Ито пробежал 100 метров на четвереньках за 18,5 секунд. Отсюда и название квадробика. После этого его увлечение стало стремительно набирать популярность и в других странах. В России квадробинг привлек обширное внимание лишь в этом году. В интернете стали появляться видео, где на вид милые дети в масках шипят и набрасываются на окружающих. Некоторые подростки на кадрах едят корм для животных и пьют из лужи. Сами квадроберы говорят, большинство так не делает и даже негативно относятся к таким радикальным течениям движения. Агвы квадроберы это как раз таки люди, которых ненавидят все общество. Это люди, которые кусаются, сильно вживаются в образ животного, едят корм животных. Таких людей не любит никто, включая даже самих квадроби. В обществе тиранов принято контролировать такие приступы. То есть, если хочешь на четвереньках побегать, делай это либо в одиночку, когда никого нет рядом, либо делай это в обществе со своими друзьями-тирянами. Ужас просто. У меня слов нет. Плохо к этому относитесь? Очень. Ну нет, кошмар. Я бы не разрешила никогда. Если люди, если человек или молодежь занимаются какими-то делами, вот такими, одевают маски, веселятся, ну это можно расценить как театральное какое-то представление. Если они не мешают, не нарушают правила общего поведения. Главное, чтобы они корм не ели. Корм кошачий. Бывают такие случаи. Бывают. Но это показывают. Совсем серьезно. Это мне ребенок рассказал, что есть такие у них в школе дети, вот, да, они квадроберы, поэтому я и знаю. Ну все. Они меня не пугали, я их не встречала в реальной жизни. Может, конечно, это страшно, но пока их не видела. А в целом, считаете, нормально ли это для детей? Нет, наверное. Почему? Ну, они же дети, они не киски-собачки. Еще как он говорит, что они что-то там едят славки. Негативный настрой квадроберам транслируют и новые кумиры молодежи. Например, в августе девочку из Надыма осудили за квадроберство прямо на сцене. Во время своего концерта блогер Мия Бойко публично унизила ребенка за ее увлечение. Извиняться певица отказалась. Если в современном мире быть адекватным человеком – это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность. Обсуждение квадроберов вскоре вышло и на федеральный уровень с инициативой запретить новый детский тренд выступила сенатор Совета Федерации Наталья Косихина. По ее мнению, квадробинг опасен для окружающих. Убеждена, что любая субкультура должна оставаться в рамках разумного и быть безопасна для себя и окружающих. Это становится опасным лишь тогда, когда выходит за рамки норм общества. Поэтому в данном случае считаю, что нам необходимо сделать так, чтобы ребята больше увлекались спортом и образовательными занятиями, которые бы не вредили психике и здоровью окружающих. В то же время, те формы субкультуры, в данном случае квадроберов, которые не только травмируют психику, но и могут привести к очень трагическим последствиям, необходимо запрещать. Психологи же говорят, резко запрещать квадробинг бессмысленно, особенно для подросткового возраста. По мнению специалистов, это может вызвать сопротивление и даже бунт среди детей. Но ограничить рекламу и пропаганду движения все-таки стоит. Детская психика подвержена модным веянием, считают психологи. Кроме того, основная задача возраста – принадлежать какой-то группе. Все новое – это всегда интересно. Здесь плюсом еще все атрибуты. Если мы говорим про маленьких детей, то, конечно, здесь еще интерес ко всем костюмам. Если мы говорим про более взрослых детей, про подростков, здесь желание выделиться – это раз. Второе – это популярность в различных интернетах, где-то в каких-то сообществах. Если это просто интереса ради, то, в принципе, не так страшно, если это не угрожает жизни. Несмотря на то, что сейчас квадробинг все больше набирает популярность, психологи уверены, этот тренд ничем не отличается от других субкультур. Это скорее особенность возраста и интересов. Эксперты говорят, квадробинг уйдет с течением времени, как и все остальные популярные новинки.